Авиасалон МАКС-2013 покажет высший пилотаж. Вот о чем пишут информационные агентства. В авиационно-космическом салоне принимают участие более тысячи компаний, из них 277 иностранных из 43 государств. Генеральным партнером и спонсором МАКС традиционно является госкорпорация Ростех, куда входит большинство крупнейших российских предприятий авиакосмической отрасли. В этом году госкорпорация представит инновационные разработки 10 холдинговых компаний, входящих в Ростех. Это вертолеты, двигатели для авиации, ракет, продукцию для бортового электронного оборудования и многое другое. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. И у нас в студии президент компании «Аэрокомпозит» Анатолий Гайданский. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Александр. Но вы также, уважаемые слушатели, можете принять активное участие в обсуждении насущных проблем авиастроения по телефону 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт финам.фм, программа «Парадокс». Мы обязательно прочитаем все ваши сообщения. Анатолий, я хочу получить первые итоги дня. То есть, о чем можете рассказать? Есть какие-то интересные сообщения? Первый день уже прошел. Ну, конечно. Вообще, МАКС – это очень интересное мероприятие, на которое собирается очень много организаций, людей, которые участвуют, вообще задействованы в аэрокосмической сфере. Это очень хорошая площадка для общения, где встречаются различные организации, проходят переговоры, показываются новинки авиационной техники, новинки с точки зрения оборудования, которое поставляется, технологий. И, естественно, подписывается большое количество контрактов на поставку авиационной техники, на поставку комплектующих. Допустим, наша компания вчера подписала соглашение сотрудничества с компанией «ВиАМ» по разработке материалов в интересах авиационной отрасли, что тоже является немаловажным событием. Объем контракта какой можете огласить? Ну, мы не контракт подписали, мы соглашение сотрудничества подписали. Это разработка новых материалов, которые пойдут для поддержания конкурентоспособности российской авиационной промышленности. Это композитные материалы, на которые мы делаем ставку в будущем. То есть сейчас не секрет, что мы активно используем композитные материалы производства наших зарубежных коллег, но стратегическая задача, которую ставит руководство Объединенной строительной корпорации, куда входит как раз «Аэрокомпозит», имеет именно переход на российские материалы. Давайте объясним нашим слушателям композитные материалы. В чем их преимущества и недостатки? Ну, основные преимущества композитных материалов по сравнению с алюминием, что за счет определенных характеристик мы можем делать конструкции более легкие, чем из традиционных алюминиевых сплавов. Это одно из самых важных, кстати, да? Ну, одно из самых важных, но самое важное даже не то, что мы делаем более легкие конструкции, а то, что мы можем создавать более совершенные аэродинамические формы. И это дает как раз основное преимущество по топливной экономии самолетам, что на данный момент в мире является одним из ключевых технологических и экономических преимуществ новых машинок. Вы чувствуете интерес из-за рубежа к вашей продукции? Да, конечно. Мы сейчас работаем над созданием полностью композитного горла для самолета МС-21. Это новый среднемагистральный самолет, первый взлет которого состоится в 2015 году и должен он выйти на коммерческий рынок в 2017 году. И этот самолет будет являться прямым конкурентом таких ведущих мировых производителей, как Boeing и Airbus. В классе среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов это наиболее, скажем так, денежный и наиболее востребованный класс, где наиболее жесткая конкуренция. Вот МАКС-2013 проходит в условиях, ну, скажем так, нежелательной информационной политики или поля, которая существует сейчас. Многие говорят о том, что мы теряем позиции в авиастроении и в космической отрасли, в частности. Известны огромное количество случаев, о чем пишут, говорят и рассказывают, когда мы теряем спутники и так далее и тому подобное. Вы в этом поле конкуренции на международной арене чувствуете, что вам дышит в затылок? Ну, скажем так, мы, конечно, очень жестко конкурируем с нашими партнерами, но... Так они партнеры или вы с ними конкурируете? Ну, во-первых, они, конечно, в чем-то, они партнеры, да, то есть мы не говорим, что мы живем в вакууме и по каким-то проектам мы действительно имеем партнерские отношения, по каким-то проектам мы имеем жесткие конкурентные отношения. Естественно, технологии, которые мы сейчас создаем, никто нам не делится на мировом рынке и, естественно, мы их создаем, вынуждены создавать с нуля сами. А вы их покупаете? Их невозможно купить, к сожалению, мы, может быть, с удовольствием их купили. Такие вещи не продаются. Их приходится собирать по крупицам, воссоздавать, отрабатывать в собственных лабораториях, после этого строить серийные заводы и потом пытаться из тех знаний, которые по крупицам, что-то мы собрали, что-то сами доработали, мы строим уже серийные производства. Мы можем купить оборудование, мы можем купить материалы, но нельзя купить технологический процесс создания композитного крыла. Им владеют на данный момент 100% две компании, это Boeing и Airbus. Ну и сейчас вот Bombardier тоже приближается к этому. Мы, наверное, будем четвертыми, кто сможет... На рынке вы четвертые? Ну, на рынке мы, наверное, сейчас в районе пятых, наверное, я, честно говоря, по цифрам сейчас не скажу вам. Ну, наверное, Bombardier и Embraer все-таки нас опережают по объему выручки. Ну, стратегическая задача объединенной строительной корпорации в ближайшие годы выйти на третье место устойчиво. Это стратегия нашей компании. За счет чего? За счет увеличения объема производства, в первую очередь, в секторе гражданской авиации, и во вторую, и в секторе транспортной авиации. Но у нас пока с этим беда. Ну, понимаете, в чем дело? Авиация очень... Отрасль, где деньги, даже вложенные сегодня, дают отдачу через очень долгие годы. Да, к сожалению. Да, к сожалению, срок создания нового самолета занимает в среднем примерно около 10 лет. С момента, как вы начали финансировать проект. И пока единственный самолет, который является как бы новой генерацией, это сухой Superjet 100, который, вы знаете, уже летает на гражданских уровнях. У нас с ним тоже есть проблемы. Ну, понятно, что любая новая техника, она в первые годы несет проблемы. Посмотрите, что происходит с тем же Boeing Dreamliner 787, который то горит, то топливо течет. К сожалению... А у конкурента не происходит. Вы имеете в виду, что... Airbus. У Airbus самолет с композитным крылом взлетел первый раз буквально месяц назад, А-350. А по новой машине А-380 даже разрушение двигателя происходило. Да? Да. Поэтому там тоже, поверьте, проблем хватало. А, то есть там есть проблемы, на самом деле. Они есть у всех новых машин. Просто почему-то про Boeing больше говорят. Потому что Airbus 380 — это классический самолет с классическим композитным фюзеляжем, с классическим композитным крылом. Boeing 787 — это новое поколение авиационной техники с полностью композитным фюзеляжем и с полностью композитным крылом и хвостовым оперением. Конечно, за долгие годы мы многое потеряли. И сейчас то, что ОАК создает, это не создается вот просто быстро и за один день. Естественно, есть ошибки, естественно, какие-то недоработки существуют. Но впервые созданы, реально воссозданы коллективы. Мы начали проектировать, изготавливать новые гражданские самолеты. Сухой Суперджет. Как я говорил, сейчас идет активное создание МС-21. В этом году мы закончим проектирование. И уже начинается разворачивание серийного производства. Об этом поподробнее буквально через несколько минут. Авиакосмический салон МАКС-2013 уже работает в полную силу. Именно об этом событии мы сегодня говорим, а также все, что связано с вертолетами, двигателями, крылом, ракетами и так далее. Вы можете также поучаствовать в нашей программе по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо зайти на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Задавайте свои вопросы. Причем они могут касаться не только авиастроения, но, например, безопасности полетов. Потому что это одна из ключевых тем, которая интересует всех авиапассажиров, которые пользуются и передвигаются воздушным транспортом. У нас сегодня в гостях президент компании «Аэрокомпозит» Анатолий Гайданский. Я хотел бы вас спросить вот о чем. Вот какие перспективы у наших российских компаний, особенно таких компаний, как ваша, работать сейчас на рынке в условиях глобализации, глобального рынка? Насколько вы конкурентоспособны? Вы сказали, что ваша задача выйти на третье место. За счет чего? Где брать деньги? Начнем с того, что если мы говорим о всей авиационной промышленности, то мы говорим тогда о объединенной строительной корпорации. Конечно, наше государство значительно участвует в финансировании разработки новых воздушных судов. Есть федеральные целевые программы, которые поддерживают разработку новых воздушных судов и по военной тематике, и по гражданской. Не только в России, но и за рубежом. Ну и в России, и за рубежом тоже. Любое государство значительно участвует в финансировании. Новую авиационную программу без такой помощи развить достаточно проблематично. Это очень-очень дорогие длительные работы. Значит, основной способ конкурирования на глобальном рынке в авиационном секторе это, естественно, делать современные высококонкурентные самолеты. То есть надежные, достаточно экономичные по себестоимости, то есть по продажной цене. И главное, экономичные по стоимости обслуживания. Что в первую очередь определяется, естественно, их топливной эффективностью. Почему и развивается композитный рынок, да, и композитные компании. Как я сказал, любой килограмм веса в самолете оценен и стоит определенную сумму денег, причем очень немалую. Второе, что аэродинамика накладывает очень большой отпечаток на топливную эффективность самолета. Чем лучше аэродинамическое совершенство, тем меньше топлива он затрачивает, тем экономичнее самолет, тем интереснее авиакомпания. В конце концов, мы продаем самолеты авиакомпании, а авиакомпания продает билеты пассажирам. Это все идет, в конце концов, на стоимость билета накладывается, на прибыльность компании. Поэтому на глобальном рынке, кроме, естественно, определенных протекционизма, который каждое государство, естественно, Европа в сторону Аэрбаса, там Америка в сторону Боинга, мы тоже имеем определенные позиции в данном направлении. Определенные позиции какие? Ну, я в том числе... Вы говорили в первой части о том, что мы создаем коллектив, но это очень тяжело. Нужны эксперты, специалисты, компетентные в этой области. Я понимаю, что у нас все потеряно было? Нет, далеко не все. Все-таки наша школа... Если бы все потеряно было бы, наверное, создать... Воссоздавать авиационную промышленность было бы невозможно. Конечно, было потеряно многое. Такого количества инженеров, конструкторов, прочнистов, аэродинамиков, которые у нас были в советское время, на момент, когда мы действительно начали воссоздавать авиационную промышленность, у нас не было. Но благодаря тому, что мы все-таки работали по военным, по боевым самолетам, и были экспортные контракты, многие школы там были сохранены. В первую очередь школу Сухого. Почему там во многом самолет Суперджет-100 развивался на базе Сухого? Потому что действительно одна из самых мощных школ. Допустим, школа Яковлева и Рокута, она тоже есть, которая сейчас на основании... Идет основная разработка самолета МС-21. Но кроме этого, потребовалось создание новых центров компетенции, которых не было в таком виде в Советском Союзе, и не было на старте в России. Вот как компания Аэрокомпозит, это центр компетенции по разработке всех композитных конструкций для любого гражданского самолета, который будет создаваться в Российской Федерации. Знает ли это, что у вас внутри страны нет конкурентов? Внутри страны, в авиационном рынке у нас таких конкурентов нет. Потому что... Это же плохо. Ну, их, скажем так, в мире достаточно мало. Это слишком высокотехнологичная, высокоинтеллектуальная, и, главное, очень затратная часть. Нет, мы, допустим, разделяем Объединенные строительные корпорации. Мы, допустим, делаем для самолета МС-21 крыло, как наиболее сложный агрегат, допустим, хвостовое оперение, делают холдинги, ну, специализированные компании Ростехнологии. Как раз компания Аэртехим Композит, в которую входит Обнинское научно-производственное объединение. Вот. Но сосредоточить, создать несколько центров компетенции, таких, которые могут быть, допустим, крылья делать, это просто экономически неэффективно. Мы не производим там сейчас тысячи самолетов гражданских. Ну, в общем, можно сказать, что вы инновационное предприятие. Да, абсолютно верно. Мы создаем абсолютно новые продукты, абсолютно новые технологии. И вы спрашивали по конкурентоспособности. Конкурентоспособность, кроме знаний, дает еще сверхсовременные производства. Сейчас мы одно производство в городе Казани уже открыли. Сейчас мы в ближайшее время будем открывать еще одно производство в городе Ульяновске. Это абсолютно сверхсовременные производства, где сосредоточены новейшие технологии, причем уникальные, которых нет даже у Боинга и Арбаса. Мы считаем, что мы имеем конкурентное преимущество по данным технологиям. И туда поставляются лучшие материалы мировые, туда поставляется лучшее мировое оборудование. Мы работаем с нашими партнерами. У нас очень большая, широкая международная кооперация. А увидим ли мы когда-нибудь ваши разработки, например, в заказах Airbus? Я знаю, что в А380 есть, по-моему, какие-то титановые всего лишь детали. И все. Больше ничего из России там нет. Хотя наверняка мы могли бы предложить, Airbus тоже что-то интересное. Разработки А380. Вы будете работать с Boeing и Airbus в направлении того же крыла? Мы будем работать, естественно, с Boeing, Airbus и с другими производителями, с Bombardier, с Embraer, я думаю. Но есть вещи, которые любая авиационная корпорация отдает на аутсорсинг. Это, в первую очередь, касается небольших изделий. Это элементы управления, закрылки, элероны, воздушные тормоза, рули различные, обтекатели, лючки. Это то, что делает мировая кооперация. Они сами, как правило, это не производят. Здесь мы имеем шанс, и наш завод в Казани как раз нацелен именно на это. То есть это открытое предприятие, которое будет активно искать на рынке сторонние заказы, не только заказы российской авиационной промышленности. Есть изделия типа крыло. Как правило, такие компетенции являются ключевыми для строительных корпораций, и они не отдают их никому. Либо выстраивается очень тесная схема кооперации с сторонними партнерами, с которыми не работают десятки лет. То есть войти в этот рынок очень сложно, хотя мы тоже будем, я думаю, работать в этом направлении, чтобы войти в этот рынок, попытаться доказать свою значимость в этом сегменте. Для этого нужно не просто создать современные производства, нужно поднять самолет, доказать, что наша технология лучше. Для этого, к сожалению, у авиации очень все развивается медленно. На это иногда уходит годы и десятилетия. Подождите, участие государства какое в вашем проекте? Ну, государство финансирует многие программы. По процентам соотношения можете сказать, сколько государство платит сегодня за проект? Ну, государство, есть политика, что государство, как правило, никогда не выплачивает более 50 процентов, то есть есть партнерство, есть бюджетные средства, есть небюджетные средства. Мы активно привлекаем... Государство в первую очередь финансирует научно-исследовательские оптно-конструкторские работы. Создание серийного производства, здания, сооружения, коммуникация, серийное оборудование, это финансируется за счет собственных средств корпорации, либо это прибыль, либо это привлеченные средства, то есть банковские клиенты. Над крылом МС-21 работаете с государством? Да, конечно, в том числе, естественно. А с государством сейчас тяжело работать вам? Как вы преодолеваете вообще вот эти административные и коррупционные барьеры, о которых так много говорят, что все большинство компаний, которые работают около авиационной промышленности, они коррумпированы и воруются деньги просто-напросто? Ну, я не знаю, как-то мы, может быть, не работаем в тех областях, где это так активно выражено, потому что авиационный сектор, он очень узкий на самом деле, и очень немного компаний, которые могут, в принципе, выполнять данный объем работы. Сказать, что мы там имеем какие-то серьезные барьеры или какие-то сталкиваемся с каким-то коррупционным схемам, я бы не сказал. С нашим государством вам легко работать? Ну, я считаю, что... Я понимаю, что вы не скажете, что это трудно. Да дело даже не в этом. Я бы даже не соврав сказал, что у нас, в принципе, очень нормальные рабочие отношения с министерством, министерством промышленности и торговли, который является заказчиком основных работ. И я считаю, что, в принципе, у нас нормальные взаимоотношения. Нам ставится задача, под это выделяются средства, мы отчитываемся, создаем продукт. И все понимают, главное, что здесь реализована проектная подходка. То есть есть проект, проект МС-21. Самолет должен в такой-то срок, в соответствии с бизнес-планом, корпорации Иркут, взлететь. В таком-то году он должен пойти заказчиком. Все работы, которые выполняются, финансируются, в том числе федеральные церковные программы, они направлены на то, чтобы этот самолет был создан для того, чтобы он вовремя... Сроки вы выдерживаете сейчас? Да, мы сроки сейчас выдерживаем. Нет проблем никаких? Проблемы, они есть всегда, но глобальных проблем, которые бы сейчас говорили о том, что программа будет сорвана, я не вижу. Объем финансирования меняется от года к году? Ну, естественно, конечно. Они увеличиваются? Они по-разному, потому что есть годы, когда требуется максимальное финансирование, это зависит от программы. И когда на первых стадиях, в первую очередь, государство входит как основной инвестор, на стадиях неокровских разработок, когда идет уже внедрение в промышленность, там меняется баланс финансирования, уменьшается доля государственных средств, увеличивается доля небюджетных средств. Откуда вы берете специалистов? Ну, это самая больная проблема. Специалистов, к сожалению, очень мало, особенно в композитной отрасли. Конечно, мы работаем очень тесно с нашими высшими учебными заведениями, с ведущими высшими учебными заведениями, с моей, с Бауманкой, с технологическими институтами, с региональными институтами, такими как Казанский институт авиационный. Но очень много людей, которые, в принципе, работали в технике, не работали в авиационной отрасли, которые тоже мы вовлекаем. Очень большие программы обучения проводим, особенно с нашими иностранными партнерами. Новая техника подходит. Подождите, вы обучаете иностранных партнеров? Нет. А, вы используете знания иностранных партнеров для обучения. То есть, каждая компания в мире имеет наработанные практики. Они хотят продавать нам оборудование. Понятно. Но подробнее, буквально мы об этом поговорим через несколько минут. 65 10 99 6, код города 495. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о новых разработках, которые представлены на авиационно-космическом салоне МАКС-2013. В частности, у нас сегодня в гостях президент компании аэрокомпозит Анатолий Гайданский. Он очень интересно рассказывает о новых технологиях. По крайней мере, мне очень интересно. Самолет МС-21 наверняка представит большой интерес нашей публике. Но в будущем. В будущем, да. Я бы хотел остановиться более подробно на той теме, на которой мы закончили предыдущую часть. Это рабочие лошадки, скажем так, в вашей компании. Или будущие рабочие лошадки. Ум и совесть компании. Где вы берете специалистов? Как вы с ними, как вы их выращиваете? И как к вам можно попасть, если человек представляет какой-то интерес? Где эти люди? Потому что, насколько я знаю, дефицит большой в квалифицированных специалистах. Каким образом подготавливаем кадры? Ну, естественно, работаем, как я сказал, с высшими учебными заведениями. Хотя работа непростая. Скажу, что в данный момент оценка наша не самая высокая именно подготовки кадров в наших вузах. То есть, очень мало людей, которые хотят действительно работать в технике. Их приходится собирать по крупицам. Значит, основная задача кадровых служб — найти молодежь, которая либо недавно выпустилась, либо отработала там, ну, может быть, небольшое количество времени, у которых есть желание развиваться. То есть, даже не важны его конкретные знания в области композитов, важна, в первую очередь, общая базовая подготовка инженерная и желание именно расти в области либо конструирования, либо вопросов прочности, либо технологических вопросов, либо вопросов управления программами. После этого мы смотрим, где человека можно более оптимально применить. Для этого с ним работает кадровая служба аэрокомпозита. Как я говорил, у нас очень широкая сеть иностранных партнеров. К сожалению, большое количество оборудования, можно сказать, подавляющее, идет от наших иностранных поставщиков. Вместе с ними мы не покупаем конкретный станок, мы покупаем технологическое решение, которое вместе с ними дорабатываем, доводим до ума. И обязательно вместе с ними проводим и обучение нашего персонала. Сначала это обучение на их заводах во время изготовления оборудования, отработки технологий. Потом обязательно обучение на наших опытных заводах, опытных лабораторий, которые у нас в Москве находятся, и на серийных заводах. То есть люди проходят именно обучение под конкретную технологию, под руководством наших ведущих инженеров. Их обучают вместе с иностранными партнерами. После этого они занимают одну из позиций. Понятно. Мы продолжим с вами разговор как раз о кадрах. Сразу, как только, ответим на вопрос нашего слушателя. К нам дозвонился Вадим. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Если можно, ваш вопрос. Я хотел бы задать два вопроса вашему гостю. Да, пожалуйста. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот выпускник нашего вуза приходит к вам на работу. Через какое время он становится полноценным специалистом, который может что-то реально отдавать производству, а не просто самообучением заниматься? Так. Второй вопрос. Сейчас огромный дефицит работы среди выпускников различных, даже самых престижных вузов на Западе. И не используете ли вы как-то эти возможности в своих целях с точки зрения привлечения их выпускников на наше производство? Спасибо. То есть наоборот. Спасибо, Вадим. Я бы единственное хотел уточнить, о каком вузе мы говорим сейчас. Но я думаю, что их достаточно большое количество. И Вадим имел в виду, привлекаем ли мы специалистов из-за рубежа молодых. Значит, да, мы работаем с иностранными партнерами, но все-таки у нас, как бы сказать, не очень много специалистов из-за рубежа работают. Но они есть. Они есть, но они все-таки больше в качестве именно партнеров в других компаниях. То есть они ведут определенные направления вместе с нами, но не в качестве наших наемных работников. Все-таки у нас, к сожалению... Интересно для зарубежных коллег? Ну, во-первых, все-таки переезд в Российскую Федерацию связан с достаточно большими расходами. И нашей компанией в том числе именно на то, чтобы разместить этих людей, предоставить им жилье, предоставить им возможность перелетов. И главное заключается в том, что есть языковой барьер. К сожалению, до сих пор подготовка специалистов в наших технических вузах и языковая подготовка — это две большие разницы. То есть свободного английского, даже английского, да. Даже английского, в наше время. Даже английского, да. Людей, которые приходят из наших технических вузов и особенно... Я думал, молодежь уже спокойно говорит на английском языке. Я понимаю, есть специфика технический язык. Это другой совершенно аспект. Это другая вообще ментальность. Люди должны понимать, о чем они говорят. В переводе это очень важно. На первый вопрос давайте ответим. Выпускники вузов. Вот я и задал вопрос, какого вуза. Потому что у нас вуз вузу, к сожалению, розни. Но даже хорошо мы возьмем даже лучшие вузы, которые там МАИМ, ВТУ имени Баумана. Там можно сказать. Значит, разные выпускники их приходят. Есть ребята очень подготовленные. Но наша позиция такая. Мы не берем людей, которые занимаются абстрактной работой. Мы сразу людей ставим на конкретную работу. То есть узкая специализация должна быть? Нет, он может быть конструктором, он может быть технологом, он может быть управленцем. Если мы говорим о конструкторах, то их сразу ставят в реальную работу. Да, конечно, им сразу не дают проектировать сложные узлы агрегата. Для этого существуют некоторые ступени развития. Им дают более простые задачи. Значит, в компании есть система аттестации. Инженеру присваивается квалификация, которая приходит. Он проходит аттестацию с соответствующими руководителями с кадровой службы. Ему присылают статус. После этого он понимает, что он может получать по заработной плате. И какой объем работы он может выполнять. Постепенно он вырастает, если он хочет расти. Некоторые остаются на этой же категории очень многие годы и сидят не вырастая. Некоторые очень быстро в течение нескольких лет вырастают, могут вырасти до ведущего конструктора. Это резкое увеличение, конечно, заработной платы. Потому что у нас достаточно серьезная градация между начинающим конструктором и, допустим, конструктором. Можете назвать цифры? Ну да, начинающий конструктор у нас где-то приходит на 40-45 тысяч рублей. А потом это может быть и до 100 и больше тысяч рублей для ведущего конструктора. Я уже не говорю о руководстве. Ну а средняя зарплата какая? Ну, средняя зарплата я не буду говорить уж точные цифры. Но в районе 100 тысяч рублей есть по компании. Хорошо. Молодой специалист, который пришел в вашу компанию, вы в нем заинтересованы. У него семья. Чем можете помочь? Нет, семье мы не помогаем. Мы даем социальный пакет определенный. То есть есть социальный пакет, с жильем вы не можете помочь? Да, с жильем мы не помогаем. Нет, к сожалению, таких возможностей у компании нет. А вот по социальному пакету мы предоставляем страховку бицеплатную, медицинскую, добровольную, как правило. И она тоже зависит, ее уровень от уровня сотрудника. Естественно, мы в первую очередь заботимся о ключевых сотрудниках, которые являются скелетом, костяком компании. Сколько сейчас сотрудников вообще в компании? Ну, в московском офисе у нас сейчас в районе 200 человек, чуть больше. И на двух серийных заводах до конца года порядка 500 человек. Средний возраст? Средний возраст, точно сейчас не скажу, персонал такие цифры держит, но где-то в районе 35-40 лет. Я почему-то за такие вопросы, поскольку вы несколько уникальная компания в нашем рынке. И поэтому мне интересно, как вы работаете с точки зрения и персонала, и с точки зрения финансов. Я не знаю, будете ли вы участвовать в IPO в будущем? Ну, если акционеры компании примут такое решение, то будем поучаствовать. Ну, понятно, и поэтому вопросы именно с точки зрения социальной политики тоже очень интересны. Сколько молодежи вообще пришло в этом году к вам? Вы знаете, у нас в основном по московской компании, значит, как бы, скажем так, очень дифферсифицировано. В конструкторских, технологических департаментах это практически сплошная молодежь. У нас, к сожалению, сейчас произошел в стране очень сильный разрыв. То есть наиболее ценные кадры, которые у инженера, это люди от 40 до там 55 лет. И они учат молодежь, которая пришла? Этых людей практически нет в стране. Их нет? Их практически нет. Вот эти годы 20 лет провала, они фактически размыли вот этот класс. Он не сформировался. Это ведущие конструктора, это замы главных инженеров, замы главных конструкторов, главных технологов. Таких людей у нас единицы. Это наиболее наши золотые кадры, которые выжили в те годы. И мы их, естественно, максимально поддерживаем. Это идеологи. Очень много молодежи, которые до 30 лет, или там 30 с небольшим лет, которые являются основной боевой силой, боевой единицей проектирования конструкторов. Допустим, вся моя технологическая команда, которая есть, которая создавала эти технологии, это молодые ребята, им всем до 35. Есть несколько человек, которые с опытом, которые пришли из советской школы. Они тоже... Сажировки, они наверняка за рубежом тоже проходят. Они проходят их в очень большом количестве. Потому что нужно выбираться, да. Те люди, которые ведущие сотрудники, они прошли не одну стажировку, и, может быть, даже больше десятка стажировок по различным направлениям. Это обязательно. Но отбор у вас жесточайший. Отбор достаточно жесткий, потому что мы не держим людей, которые просто просиживают время и место. Нам нужны люди, которые выполняют конкретную работу, умеют жестко работать в жестко отведенные сроки, высокую стрессоустойчивость имеют. Потому что, к сожалению, наша молодежь сейчас зачастую очень избалованная и не имеет... А в чем у вас стресс-то? А потому что ставится... Сиди себе, конструируй, придумывай. В чем стресс? Да ему ставится жесткая задача достаточно. Мы не можем позволить конструктору жить в свободной жизни, в свободном потоке желания конструировать. Ему ставится задача, вы должны сделать вот это, вот это, вот это в строго отведенные рамки. Потому что мы работаем в рамках проекта. Самолет мы должны поднять ровно тогда, когда должны поднять по госконтракту. Иначе мы упустим окно возможностей. Поэтому... Очень интересно. А что касается ВТО, каким-то образом наше вступление в ВТО повлияло на вас? Ну, для нас нет, потому что мы и так находимся в абсолютно открытом конкурентном рынке. Если мы говорим о международных поставках, мы не продадим самолет. Если самолет будет по экономическим характеристикам и по качеству хуже, чем зарубежные аналоги. Поэтому... Вот лично для Ара Композита... Я не буду говорить за всю объединенную строительную корпорацию. Что лучше спросить у нашего президента Михаила Славовича Погасяна. Для нас, я думаю, нет. К нам дозвонилась Мила. Здравствуйте, Мила. Добрый день. Да, приглушите чуть-чуть ваш радиоприемник, чтобы не было завязки. И задавайте вопрос. Да, добрый день. Здравствуйте. Вот такой вопрос. У меня родственник работает в ВКБ Сухова. Ему 32 года. Он заканчивал в МАТИ как раз по композитным материалам, по прочности. Ему все говорили... Платили там, ну, как бы не очень. До этого он работал в теплотехнике институт, связанном с космосом, с ракетами. Ему все говорили, ну, что ты там копейки получаешь? Он говорил, что он не хочет, ему нравится его работа. Вот человеку 32 года. Он очень способный парень. А вы говорите, что очень мало специалистов. А у него еще брат, который тоже... Тогда, подождите, вопрос заключается в том, можно ли их устроить в работу, либо их не устраивает заработная плата? Что конкретно? Нет, сейчас он... Так нет, если бы я бы не устраивала, он бы... Я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Он нашел бы. Тогда в чем вопрос? Просто сейчас вопрос задам. Ну, просто странно вот слышать, что мало специалистов 5-й и 10-й. Вот когда он переходил из института теплотехники в Сухово, он долго искал по интернету. И он как бы не нашел вашу организацию. Если бы говорить, что мало молодых специалистов. Короче, мне интересует... А может быть, он нашел, да не прошел конкурс или отбор? Мало ли. Понимаете? Но понятен вопрос, Мила. Спасибо большое. Нет, нет, нет. Последний. Меня интересует, как в вашу организацию попасть. Очень просто. Если это не государственная тайна. Нет, это не государственная тайна. Потому что такими кадрами, как мои родственники, нельзя... Разбрасываться. Понятно. Спасибо, Мила, за звонок. Спасибо. Ну, давайте. Во-первых, попасть в нашу организацию очень просто. Можно зайти на наш сайт. Да, на сайте, я думаю, через интернет можно найти. Аэрокомпозит можно найти в любой поисковой системе. В Гугле, Яндексе. Это проблем нет. Я сейчас нашел. Будет миллион ссылок на него. Заходите на наш сайт. Там есть вакансии, которые есть. У нас по постоянной вакансии висят конструкторы и технологы. Пожалуйста, заходите. Телефоны в кадровой службу. Мы продолжим через несколько минут. Макс 2013. Вот наша главная тема сегодняшнего разговора. И все, что вокруг него движется и не движется. Прежде всего вертолет, двигатели для авиации, ракет, продукцию для бортового, электронного оборудования. И многое-многое другое. У нас сегодня в гостях президент компании «Аэрокомпозит» Анатолий Гайданский. Мы затронули такую важную тему, как кадровый потенциал, который необходим, и инновационные разработки для авиастроения. Понятно, что мозги — это самое ценное, что у вас есть. Абсолютно верно. Вот Мила позвонила, буквально в прошлой нашей части, рассказала о своих родственниках. Я вот не поленился, зашел на ваш сайт, как раз вот в контактную информацию. Вакансии, вакансии, да. У вас всего две вакансии. Инженер-конструктор вам нужен, инженер-технолог. Все. Абсолютно верно, потому что это основные боевые единицы. Они бывают разные по направлению. Конечно, естественно, конечно. Значит, конструктора бывают, те, кто конструирует, бывают прочнистые технологи. Тоже разные. Уже когда человек придет, мы смотрим по собеседованию с ним и определяем в разговоре, в какое же направление ему более интересно работать. Есть, конечно, вакансии, которые периодически мы размещаем на сайтах, но не которые касаются больше области управления. То есть в авиационных программах мало, чтобы создавали. Конструктора конструкции, технологии отрабатывали. Естественно, есть еще финансисты, есть еще юристы, есть еще специалисты по управлению программами. Но эти коллективы гораздо реже обновляются. Не то, что обновляются, они не так быстро растут. Это управленческий персонал. А конструктора и технологи – это штыки, которые зарабатывают деньги для нас. Это основной технологический персонал. Поэтому, естественно, мы вешиваем на сайтах основные вакансии. А там уже дело техники, как говорится. Да, там уже дело техники. Иногда, зачастую, в собеседовании человек приходит на одну позицию, а выявляет, что вполне он может подойти на другую. Вадима послушаем. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Я хотел бы задать вопрос вашему гостю. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какие нематериальные методы стимулирования применяются на вашем производстве? И как вы поддерживаете корпоративный климат? Мировой опыт показывает, что если к этому делу не обращать внимания, то потери в среднем на одного сотрудника в год являются в российских рублях от 30 до 80 тысяч в год. Спасибо. Спасибо. Да, я согласен абсолютно с вами. Мы, естественно, в первую очередь, конечно, материальное стимулирование является основой, но нематериальное стимулирование тоже очень важно. Организуются корпоративы в компании, где люди могут приехать на корпоратив, неформально пообщаться с друг с другом, поделиться различными своими болями, радостями, грубо говоря. Очень важен психологический климат в коллективе, и одна из ключевых задач, которая решает службу управления персонала, это постоянно работать с руководителями, постоянно получать обратную связь от сотрудников. А что же творится, какая психологическая политика в коллективе? Периодически с людьми проводят различные беседы. Очень важно вовремя выявить неудовлетворенность человека именно той работой. Может быть, он сидит на каком-то месте, ему не нравится именно вот этот участок работы, который есть, а он бы мог принести пользу компании в другом департаменте, по другому направлению. Тренинги проводите среди сотрудников? Тренинги проводим периодически. Какие у вас самые популярные? Ну, они специализированные, в основном это обучение различное, специализированные. Если это касается технологических департаментов, то это по тематикам, там, ну, я не буду в технологические, там, тонкости производства вдаваться. Но они касаются в большей степени работы, эти тренинги, а психологические тренинги, то есть, то, о чем вы говорите, да, психологический климат в компании, особенно в той компании, которая занимается умственной деятельностью в большей степени, это очень важно. Это психологические срывы, некомфортно работать и так далее. В этом плане вы как-то работаете? Да, ну, я не скажу, что мы прям каждый месяц занимаемся отправлением людей на тренинги, но есть такая процедура, как тимбилдинг. Это очень популярно. Все-таки, да, эту процедуру мы периодически пользуем. Вот в этом году тоже собираемся сейчас организовать такую процедуру в компании обязательно по сплочению коллектива именно. Дает неплохие результаты, я согласен. Ну, а вот предыдущий наш Вадим, слушатель, заявил, что в среднем потери составляют 30, насколько я услышал, да, процентов. Вы считали? Ну, я думаю, что это достаточно сложно посчитать. Как-то, я пока, честно говоря, с трудом себя, как раз сижу, думаю об этом, с трудом себя представляю методику, по которой можно оценить... Вы предвидели, что я задам этот вопрос. Да, 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 с трудом можно оценить... Мне, например, этот вопрос очень понравился, поэтому... Хороший вопрос, согласен. Надо подумать, как такую методику сделать, чтобы кадровые службы могли оценить потери от подобных явлений. Чем удивите еще на МАКСе-2013? Ну, я думаю, что задача МАКСа в первую очередь даже не удивлять, а показывать поступательное развитие нашей авиационной промышленности. Именно то, что мы встаем на ноги постепенно. То есть, да, уже вот мы показывали в этом году и большую боевую программу полетов, и вот у нас 476-я машина летала на МАКСе и Ту-204СМ. Да, это может быть не самолеты совсем нового поколения, но это серьезно реконструированные, которые, если говорить о 476-й машине, это абсолютно фактически новая машина по сравнению просто сил 76, которая была в советское время. И очень востребованная машина. Главное, что мы начали разворачивать реальное серийное производство, обеспечение наших заказчиков, в первую очередь Министерство обороны. То же самое по Ту-204СМ. Это новая версия самолета Ту-204. И до тех пор, пока у нас не появится там самолет МС-21, и он не выйдет в широкую серию, эта машина имеет достаточно хорошие перспективы. Иван, вот нас спрашивают, как, вот мы всем понимаем, главной задачей МАКСа является, звездой МАКСа является ПАКФА Т-50. Как бы вы могли характеризовать этот комплекс? Ну, я, к сожалению, не смогу характеризовать этот комплекс, потому что это вопрос все-таки, наверное, не ко мне. Я не работаю с военной авиацией, да, аэрокомпозит работает. А мы ждали, что вы нам что-то расскажете. Да, к сожалению, здесь вряд ли. Могу только сказать, что это, естественно, истребитель пятого поколения, который будет по всем характеристикам превосходить все, что было по четвертому поколению. Могу рассказать также, я думаю, что это общеизвестные вещи, которые, что это, естественно, радиолокационная невидимость, ну, невидимость, малозаметность, скажем так. Но в этой сфере вы композитные материалы не используете. Композитные материалы авиационной промышленности используются очень широко и очень активно. Ну, вот в этой части... Да, но аэрокомпозит по стратегии наших акционеров – это компания, которая работает в гражданском секторе. Ну, да, понятно. Я знаю, что вот очень у многих летчиков, вообще, людей, которые работают в авиастроении, есть свои суеверия. У вас они есть? Да, есть. Когда у нас запускается какой-то серьезный образец техники, то есть вот мы важную программу готовимся, 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 вот еще идет наиболее важный технологический процесс изготовления. Изделия, причем ключевого изделия. У нас негласное правило, что руководители компании или испытаний каких-то в этот момент там на площадке не присутствуют. Почему? Ну, вот с уверием такое. Я знаю, что у летчиков, они не любят 13-е число. У них нет 13-х квартир в городках, вообще нет 13-го этажа. У вас нет? У нас нет такого, я говорю, но вот у нас, допустим, мы испытывали в ЦАГе, там, прототип кессона крыла и нагружали его до максимальных нагрузок. И как раз все руководители у нас однозначно специально там не были, сидели, ждали на телефоне результатов испытаний, но туда не ездили. Все ответственность приложили на среднее звено, да? Нет, ну, там уже технически. Мы все равно, это называется генеральский эффект, и нечего руководителям мешаться под ногами специалистов, которые именно уже конкретно и организуют конкретный процесс. Естественно, технологи на месте находятся, специалисты, которые испытанием занимаются там, а вот меня как руководителю компании или там вице-президенту моим-то. А что вам понравилось на Максе больше всего? Вот мы выяснили, что Максу, например, военная техника больше нравится. Ивану, вернее, извините, который нам написал. А что вам? Ну, лично мне, конечно, тоже очень понравились демонстрационные полеты, несмотря на то, что я работаю в этой отрасли не первый год, они действительно не оставляют равнодушным. Такой высший пилотаж, который показывают наши летчики на наших самолетах боевых, конечно, восхищает. Ну и, конечно, когда ты работаешь долго в этой отрасли, ты понимаешь, какой труд стоит за всем этим, особенно за созданием этих самолетов. И потихонечку, потихонечку мы понимаем, что наша отрасль действительно становится на ноги, что мы развиваемся, что у нас появляются реальные шансы поконкурировать с Западом. В Фейсбуке, знаете, я сегодня увидел, одна моя знакомая написала, которая была вчера на Максе. Я опять почувствовал гордость за свою страну. Да, я тоже чувствую гордость за свою страну. Несмотря на все проблемы, которые существуют, скандалы, которые в отрасли существуют. Ну, вы знаете, я тоже бы хотел по этому вопросу пару слов сказать. Значит, у нас, к сожалению, вот когда проблемы происходят с Боингом, допустим, что-то у них происходит с Дримлайнером, да, направленность интонации в прессе, какие они молодцы, что несмотря на проблему, они избежали человеческих жертв, они избежали более серьезных последствий для пассажиров. А у нас, к сожалению, любые проблемы возникающие, они раздуваются. Да, конечно, никто не говорит, что наши самолеты беспроблемные. Они проблемные, потому что идет стадия становления на ноги. Есть технические вопросы, есть ошибки, которые мы делаем, есть те годы, как я говорил, которые мы потеряли, они не прошли бесследно для страны. Вот, но в любом случае эти самолеты, которые есть, они отрабатываются, они доводятся до ума, они будут доведены до ума однозначно. Поэтому нам тоже, конечно, немножко непонятно вот такое злорадствие собственных ошибок, да, они есть. Я вам поясню, если можно коротко, потому что есть такое слово коррупция, оно всех сейчас донимает, а оно просто на слуху. Вот почему об этом так говорят, а почему так об этом пишут, почему так это показывают, почему на американцев смотрят совсем другими глазами. Вот в этом, мне кажется, самое главное. Ну, может быть, хотя, конечно, я говорю, что те люди, те конструктора, те технологи, которые создают самолеты, которые каждый день сидят за компьютерами, считают расчеты, производят их на заводах, да, они делают наше будущее. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли, мы пожелаем вам удачи на МАКСе 2013 в будущем. Это был президент компании «Аэрокомпозит» Анатолий Гайданский. Мы сегодня говорили о том, что происходит на МАКСе 2013, в частности с композитными материалами. Это была программа «Продукт». До встречи.